Если говорить о тарифах на коммунальные услуги, то опять же общеизвестный факт, в последние несколько лет постоянно тарифы растут. Опять же я хочу привести пример 1997-1989 года. Тогда я как раз был инициатором проведения рыночных реформ в электроэнергетике, и мы когда проводили реформирование этого сектора, мы четко в программе написали, что в течение пяти лет не будет роста тарифов. Это так и было. Я когда писал, конечно, я понимал, что слишком высокая зависимость от других членов правительства, потому что я курировал только электроэнергетический сектор, нефтегазовый и промышленность. Но очень многое зависит от политических решений. И потом я не предполагал, что даже если я уйду из правительства, тем не менее это стабильно сохранится. Чем это было связано? Потому что реформирована была отрасль таким образом, что был очень высокий элемент конкуренции. И этот высокий элемент конкуренции стабилизировал цены и тарифы. Тарифы даже упали. То есть когда я пришел руководить энергосистемой в 1997 году, тарифы были достаточно высокими. И где-то в течение двух лет тарифы упали в два раза. В два раза упали тарифы. Мы ничего специально не регулировали. Тарифы упали в два раза. Там и девальвация свою, безусловно, сыграла. Спрос стал совершенно другим, более качественным. И это привело к тому, что тарифы действительно около пяти лет были стабильные. Начиная где-то приблизительно с 2003, 2004, 2005 годов, они постоянно растут. Постоянно, потому что везде монополии. Потому что фактически электростанции продали вроде рыночным структурам типа АЭС в Экипостузе. Но в итоге все, вся электроэнергический отрасль тоже ушла под контроль в основном семьи Назарбаева. Редактор субтитров А.Семкин